всем доброго дня ну вот уже и обеда не перерыв и нас все дня хотя часу можно было но я смотался приехал работа у меня свободный график мне хорошо я сам на себя работаю и говорится вот есть работа выполнил ушел нет сиди ну день один раз приходится выезжать но как раз по поводу работы такой возник спор какая работа какую работу выполняет сейчас от души не выполняется никакая работа хорошо везде ну разговор сегодня был такой мне навеяло это на мысль ребята хорошая работа это хорошо оплаченная работа вот говорят вот почему вот машины российского автопрома не такие как например вот японские например немецкие у меня по этому поводу я тоже аж так же думал кто-то называет наши машины корыто с болтами кто-то еще кому только не умудрились это сам как-то кстати я хочу сказать что немцы даже очень даже любят наши шестерка жигули семерки секрет в чем у меня самсонов володя был подмосковье друг он из самары он сам вот этом заводе работал потом переехал подмосковье рядом со мной жил и он поехал самару покупать завода прямо машины семерку у него старенькая была у него продал привезла новенькая машина баклажанного света такая это да дело было летом ну думаю нормально хорошо и где-то через дня два смотрю у него машина стоит на четырех этих он под ними это самое я хочу сломала что ли уже я хочу нет я все гор по чипника открывая все отменяю это подруга так же завода же я говорю я ты взял это не 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 там горит тебя пляпка отец самое вот я горчат все гор через свои руки проведу говорит все гор поменяю а он настоящий золотые руки до парень он железной дороги работал молодец работяга вот все короче заменил подшипники там что-то еще что-то там это еще все он разбирался в этом я у него говорю а чё я говорю так готова слушай с такой зарплатой который год платит нашим год рабочим говорит хорошего от машины не сделаешь а так год эта машина год хорошая рабочим год так платят и рабочий также его это как вы оплачиваете работу так и получаете все зависит от того какие деньги человек в общем оплата оплата без хорошей оплаты хорошей работы не бывает нигде вот просто так кого-то попросить о помощи бесплатно до бесплатной курицы глобу пишу у нас есть такая поговорка у дешевой курицы паршивый суп понимаете поэтому любая работа только хорошо оплачиваемая она качественная нехорошо оплачиваемая она некачественная просто она просто сделана так знаешь как оплатили а так и сделал у меня был такой случай томске это было я вам рассказывал что у меня бригады работали отделками занимались все-все вот этот новых домах вот это на южный там кирпичные дома строила су-13 все короче это такая фирма тогда была толстыми кирпичными но там короче только богачи брали квартире и ко мне обратился один чиновник я не знаю какую сферу чиновник седьмого этажа лифты не подключены потому что вручную надо все заносить выносит от привычка такая была вот черновую издают вы наверняка знаете там перегородки мерягородки там и вот они вот ломает это перегородки не несущие ломает и устраивает по своим вот это поломаны вот этой кирпичи вот это надо выносить вручную мешка иногда бывало эти мешки доходили 200 300 мешков каждом мешке по 50 килограммов представляете это надо седьмого этажа вытащить на улицу мешка лифт не работает лифт не подключали потому что пока все не закончат отделку квартир не подключали лифт потому что все стройматериал возили нами и ломали цемент возили песок возили вот это и вот однажды ко мне обращается вот так вот так мне там рабочий гор сломали вот эти 250 мешков вот и коридор выставлю люди уже ругаются на него вот это на площадке гора такая стоит вот это надо вынести ты не найдешь людей тогда вот такая работа на улицу выносить стоило минимум 5000 рублей потому что на спине на таскать эти кирпичи вот эти до 250 раз представляете о ну я говорю я поговорю я говорю вам ягод сейчас я говорю меньше пяти ты да ягод разговаривал вот так вот так далее даже за 4 нашел нашел бы но я знаю что у вас год очень много знакомых а там рядом студенты общежития а всем студентам всегда подработка нужна вот я говорю за тысяч за три я говорю я бы договорился я говорю мне от вас и ничего не надо если чё это отблагодарить нет разговоров нету оплачу горт выгод делайте а утром приду горт оплачу хорошо я ночью постараюсь они вечером занятий приходят это самое пошел короче это самое вечером в общежитии рядом тусуру скопчаги там парнишки молодцы молодые ребята я говорю ребят вот так вот так есть работа а чё надо спускать по 1000 рублей каждому три человека разговоры не три человека пришли они работали молодцы ребята все вынести но я им короче три тысячи отдал но думаю утром он не отдаст три тысячи они на улице поставили прямо так надо будет куда-то потом везти это это же не мои проблемы вот утром короче он приезжает а я ребятам сам со своих денег отдал студенты это святое чьи-то дети они довольны ушли и он приходит о молодцы и вытаскивать мне тысячи рублей дают я так мы за три договоры ягод 3 заплатил а я ничего не знаю вот тысячи рублей я не больше нет денег я на него посмотрел а мне говорили про него там другие там это очень как крохобот детка вообще такой этот хотя чиновником работал я на него посмотрели ягод ну я же ягод чё теперь ягод 2000 с меня что ли а я ничего не знаю можно было бомжей нанять ягод бомж какой бомж то пойдет то блин ягод ну ладно ягод не надо это тысячи от меня вам ягод это подарок серьезно что раз карман тебе деньги ну давай дай пожму твои руки сел свою машину уехал это стоят эти кирпичи вот это в мешках белых вот таких я вечером опять к этим студентам они говорят опять что-то ягод нет ребята теперь ягод так вот так она меня так посмотрели ягод я им рассказал это вы знаете как вы нас никогда не подводили ну вот что-то как заплатить ему вам это ягод ребята я омега 2000 плачу но поднимите поднять еще труднее но молодцы они подписались подняли за ночь этого же нет дома не видит ничего туда же где это он утром ко мне вагончик забегает кирпичи опять говорят там говорят стоят ягод как-то тыс год вниз пускали серьезно что ли да я говорю вы оплатили наверное за то что это ну я хотел же тебе тысячи дать ты это не взял же ну да я горну вы найдите ягод туда кого-нибудь чтобы кто-нибудь ягод вам оттуда и вы же мне обвыть я же вам сказал подарок ну вот я говорю вот я говорю я подарок я вам вернул обратно возьми ягод не оплатили ну давай договорим ягод нет идите некогда мне с вами разговаривать вот там он начал это там вот опять ягод и он людям рассказывать над людина над ним смеются наоборот он по смеши сам стал он крутился 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 куртился никто не идет ему это никто ему не идет конце концов он оплатил все мои расходы которые еще мне оплатил чтобы его вот это вот это можно вынести хорошо что я еще как бонус загрузкой помог чтобы вывести его понимаете вот понимаете вот я же говорю у нас люди привыкли халявы они не знают что если халява значит и халявное будет это халявный продукт будет тот продукт ценен который за который оплачено хорошие деньги тот труд тот труд хорошо качественно сделан за который оплачено вот это машины тойоты майоты вот это до завода сколько они на заводы получают и сколько у нас на заводах рабочие получает я бы на них посмотрел им бы оплатили бы такие деньги какие они машины бы выпустили бы понимаете поэтому любой труд должен быть хорошо оплачен и после этого можно спросить оплатил хорошие деньги и проси не оплатил не проси ничего потому что у дешевой курицы паршивый суп это никогда не надо забывать ребята вот так всех вам благ пока